Всем привет! Уважаемые коллеги, меня зовут Владимир Завертаев. Собственно, что бы мне хотелось вам сейчас рассказать и показать. У нас речь пойдет про креативные методики. Кто-нибудь вообще занимается креативом, дизайном, кто-то связан непосредственно с разработкой дизайна? Есть? Есть, может быть, остальные? Хорошо. Вообще, мне бы хотелось, чтобы последующие 20 минут моего рассказа у нас прошли в форме такого диалога, как в клубе анонимных алкоголиков. То есть, если те вещи, которые я буду говорить, вызывать у вас в душе какой-нибудь отклик, вы мне так головой киваете, да, у нас есть такая фигня. Или, наоборот, нет, нет, слава богу, у нас нету, да? Давайте попробуем. Вот кто пришел сюда для того, чтобы узнать что-то новое? Вот прям интересно. А кто для того, чтобы просто в офисе скучно сидеть целый день? Нет, честно. Хорошо, спасибо. Значит, я по своей работе очень часто сталкиваюсь с заказчиками, и им надо объяснить, что такое креативный процесс. Почему-то вот у них в голове понимание такое, что мы-то все просто накуриваемся в какой-то момент, и потом появляется креатив. Кто-то сталкивался с такой темой? Вот. И это не совсем так. Поэтому надо было просто когда-то рассказать, как у нас построен процесс, почему, что, откуда берется. Поэтому появился вот этот вот доклад. Пару слов обо мне. Если кто-то видел вот эту маленькую шалость на Хабре в последние две недели, это моя работа. Вот. Меня зовут Владимир Завертайлов. Я руководитель и главный формалист студии интернет решений Сибирикс. А мы занимаемся разработкой приложений для социальной сети и высоконагруженных сайтов. Поработали за свое время с такими компаниями, как Boom, Cisco, Adobe, Disney и так далее. Вот. Но это все не очень важно. Важно следующее. Какие лично у вас возникают проблемы самые большие по дизайну? Какие вы можете выделить самые острые грабли? С чего начать? Хорошо. Что еще? Приемка дизайна. Приемка дизайна. Так, да. Сбор требований. Сбор требований. Отлично. Да, я согласен. В принципе, у нас примерно такие же проблемы. Я спрашивал наших дизайнеров, они выделили следующие моменты, что их очень сильно парит. Во-первых, парит то, что обычно на начало работы нет контента. Вот. Есть такая проблема? Вот. Второе, что их очень сильно парит, это контента нету. Да, вот. И следующее, что очень тоже иногда бывает, происходит, это то, что внезапно появляется лицо, принимающее решение, причем никто, с которым мы там договор подписывали, никто кого пребывали. Вот. И он действительно настоящее лицо, которое принимает решение и концепция изменилась. Вот. И это очень сильно напрягает. Вот. Почему такое происходит вообще? Вот в тот момент, когда мы просто показываем дизайн, у людей вот такие лица иногда бывают, это правда пугает. Вот. Почему вообще такое происходит? Ну, потому что в момент старта проекта, как правило, лицо, принимающее решение, оно не очень как пововлечено в проект. Вот. Оно начинается выйти вовлеченным в проект после того, как мы уже какую-то картинку показали. Согласны? И вот тут и начинается, давайте поиграем с шрифтами, давайте, значит, все вот это поделаем. Вот. А время уже потрачено, ресурсы уже потрачены. И, в общем, это все нервы и сложнее проходят. Вот. Соответственно, первая техника, которую мы стали применять для того, чтобы как-то нейтрализовать эту ситуацию и как-то завлечь нашего заказчика в диалог с нами, более плотно с ним поработать, это визуальное припевание. Значит, в чем смысл? Шаг первый. Мы берем и спрашиваем нашего заказчика, какие имена прилагательные он, с какими бы именами прилагательными он бы хотел, чтобы ассоциировался его проект. 5-7 штук. Он называет эти имена прилагательные. Ну, то есть, свой бизнес он видит как быстрый, динамичный, там еще какая-нибудь вот эта фигня. Вот. Мы это все фиксируем. И после этого на каждое имя прилагательное начинаем подбирать образы, какие-то конкретные картинки. На самом деле, образы можно подобрать практически на любое слово. Вот. Соответственно, допустим, быстро это может быть там, не знаю, самолет, пароход, какая-то там летящая ракета. Вот. Мы подбираем такие картинки, накидываем в лист и показываем ему. Соответственно, дальше мы это обсуждаем. И заказчик нам говорит, что, например, бегуны точно нет, значит, допустим, паровоз точно нет, но самолет может быть, но вот Аэрофлот это еще большая компания. Вот. Поэтому, значит, давайте что-нибудь здесь еще подумаем. Мы поиграем с самолетами, поищем другие варианты. Вот. Дальше мы подбираем ему самолеты, какие-то варианты. Он смотрит, значит, что ему нравится из этого, там, говорит, Крузнику берите, про Аэрофлот я вам уже все сказал, если Бог тоже, пожалуйста, не надо. А вот Angry Birds это классная тема, значит, вот с этим вот я хочу ассоциировать мой бизнес. Вот. И таким образом мы подбираем какие-то образы, которые должны передавать настроение проекта. То есть, в принципе, самое сложное уловить настроение заказчика, чтобы оно потом отразилось в дизайне. Это не значит, что мы вот эту картинку потом возьмем, лохнем в шапку нашего проекта. Это значит, что дизайн будет опираться на вот эти образы и в результате будет стараться как-то близко к ним подвинуть тот дизайн, который мы разрабатываем. Вот. Из плюсов такого подхода, это то, что мы берем и реально цепляем заказчика, выводим его на диалог. Ему действительно начинает очень интересно становиться обсуждать какие-то картинки, он уже что-то визуально видит и он втягивается в этот процесс. Во-вторых, ну это довольно прикольная сама вот эта методика, то есть, в принципе, можно получить кайф-чистый из-за этого процесса. Вот. Ну и наконец у нас добавляется немножко ясности в наш процесс, вернее немножко ясности появляется в тот момент, когда мы узнаем, какие нужны образы. Вот. Мы применяем эту технику примерно года полтора. Вот. И выявили некоторые недостатки, связанные с этой методикой. Дело в том, что когда мы спросим заказчика подобрать какой-то образ, который бы ассоциировался с его бизнесом, например, со словом «быстрый», ему очень сложно в голове своей представить, как, например, самолет будет конкретно сопоставляться с его конкретным проектом и с вот этим вот словом, которое он нам сказал. Вот. Поэтому не все заказчики способны это сделать, какой-то эксперимент у себя в голове. Поэтому иногда на выходе визуального брифа получается просто ерунда, которую ну просто заказчик что-то наговорил. Эта ерунда потом попадает к дизайнерам, они не понимают, что с ним делать. И project manager потом чувствует неудовлетворенность от всего этого процесса, потому что, по сути, он прошел зря. Единственное, здесь хорошо срабатывает именно коммуникативный момент. То есть мы общаемся с зарядщиком, больше тратим его время, он становится эмоционально вовлечен в проект. Вот. Но сам толк от этого брифования получается в некоторых случаях близкий к нулю. Вот. Соответственно, что можно было сделать? Следующая техника, которую мы просто перешли после визуального брифования, это мутборды. Ты слышал такую штуку? О, немножко есть. Сейчас расскажу подробнее. Вот. По сравнению с визуальным брифованием, когда мы просто просим, значит, придумать какой-то объект, вернее, когда мы предлагаем какую-то картинку на ассоциацию, здесь мутборды предполагают, что мы будем как можно более близко подбирать объекты к тому дизайну, который у нас планируется сделать. Ну, например, на слово красивый или, допустим, современный, большинство заказчиков выберут картинку айфона. Вот. Неважно, что у них дизайн, не знаю, про трубы клаванных заторно-проходами, все равно выберут картинку айфона. Вот. И это как бы портит визуальный бриф. В мутбордах мы подбираем конкретные какие-то образы, которые близко будут становиться к тому дизайну, который мы планируем сделать. Мы накидываем шрифты, мы накидываем различные, значит, картинки, которые можно действительно ассоциировать с проектом. Например, вот этот мутборд мы показывали заказчику позавчера, у него проект по вязаным шапочкам. И мы вставили на этот мутборд скейтборд, там стоит его видно, вот, и когда заказчик это увидел, он сказал, блин, черт, я буду делать теперь шапочки для скейтбордистов. Сноуборда. Вот. Ну, тоже пример мутборда, это когда, значит, образы были подобраны более-менее близкие по теме, и вот примерно такой результат появляется. То есть, в принципе, очень близко. Как это вся процесса? На мутбордах, кроме визуальных картинок, можно использовать шрифты, можно использовать элементы интерфейса, можно использовать какие-то надписи, которые у вас проявляются в проекте. Существует более того специальный софт для того, чтобы вы набросали свой мутборд, на котором можно даже накидывать какие-то видеофайлы, быстро-быстро искать эти ассоциации, быстро-быстро формировать, значит, картинки, быстро-быстро вставлять какие-то палитры, и, в принципе, на формирование мутборда не требуется такого огромного количества времени, как это может показаться на первый момент. Вся прелесть в том, что, в отличие от визуального брифа, все должно быть расположено как бы на одном экране, на одной странице, и заказчик должен охватить взглядом весь проект целиком, и в этом случае у него ассоциации сработают более качественно, более грамотно. Вот. Таким образом, мутборды по сравнению с визуальным брифом, кроме тех плюсов, которые были на визуальном брифе, дают еще и ясность и понимание для дизайнера, что именно будет в конце, и это становится действительно полезным инструментом. Из минусов я могу отметить, что формировать мутборд примерно в 2-3 раза дольше, чем визуальный бриф. Вот. Ну и названия не всем нравятся приемами. Вот так. Да. Поэтому мы также называем визуальный бриф. В общем, если кому-то интересно, вот отцов, который сейчас у нас играл на экране, можно вот попрыгать по вот этим ссылочкам. Если хотите по старинке, можно использовать то же самое Evernote, можно использовать Google Документы, можно использовать Photoshop. Вот. Следующая методика, о которой мне хотелось вам рассказать, скэмпер, собственно, откуда это идет? Это аббревиатура, и она у нас применяется в тех моментах, когда нужно спокойно подумать, почему вот текущая версия дизайна у нас не устраивает, и дизайнеру выдает какую-то обратную связь, которая была бы все-таки конструктивной, а не просто какая-то рубин, что давайте все переделаем. Вот. Чего входит в эту аббревиатуру? Значит, первое, заменить. Значит, мы ставим конкретно цель, допустим, как-то использовать наш текущий дизайн и применяем различные вот вопросы для того, чтобы модифицировать наш дизайн. Первая буква из аббревиатуры означает, что мы должны попробовать что-то заменить в нашем дизайне, что-то попробовать изменить. Вот. И, может быть, кто-то видел клип «Duckman Care», здесь применен похожий подход, где произошла замена продукта женского шарпуня на мужской, и, соответственно, вот такой получился результат. Следующая буква в аббревиатуре – это комбинации. Ну, соответственно, здесь мы пытаемся взять наш какой-то текущий макет, посмотреть, с чем мы можем это скомбинировать и предложить какой-то там альтернативный вариант. Следующая. Где в других областях можно использовать вот этот текущий наш дизайн – текущий продукт. Смотрим, как это можно применить по другим областям, и, соответственно, выдаем вот эти вот такие. Следующая буква с аббревиатуры – это что можно увеличить у нас на продукте, что можно прямо гротескно показать, преувеличение какое-то сделать, чтобы просто произошло изменение в нашей концепции. Вот в данном случае показана концепция из «Gillette», они сделали преувеличенные, значит, волосы, щетины. Следующая буква из аббревиатуры – это предложить другое применение. Ну, соответственно, здесь мы ищем в каких других предметных областях мы могли бы использовать этот дизайн. И просто предлагаем варианты именно для других предметных областей. Что можно убрать, что можно исключить из дизайна, как его сделать меньше и компактнее. Соответственно, здесь очень важно проработать над минимизацией затрат пользователя, чтобы там урезать как можно меньше. Например, из больших-больших форм посмотреть и сделать просто это все одной кнопкой. Вот. Ну и следующее. Как перевернуть смысл проекта снова на колу, может быть, поменять причину со следствием, чтобы у вас просто получился другой альтернативный какой-то проект относительно того, чтобы у вас есть сейчас дорога. Вот. Собственно, это аббревиатура. Зачем она нужна? Дело в том, что когда мы просто пытаемся собрать обратную связь к проекту и предложить какие-то идеи, как его модифицировать. Это происходит, как правило, очень спонтанно и довольно сложно вот именно подумать, порадумать и придумать какой-то алгоритм, как именно человек выдает обратную связь. Здесь, если мы последовательно отвечаем на эти вопросы, если у нас есть этот список модификаций под рукой, мы просто про него пробегаемся несколько раз, смотрим, какие модификации мы можем применить и, соответственно, у нас получается процесс по изменению нашего ключевого дизайна. Вот. Следующий раз хотел вам рассказать про метод лото диснея. Кто-нибудь слышал? Один человек знает. Вот. Два. Собственно, он у вас не прижился, поэтому очень фоинтанно. Кто-нибудь проводит брейншторм у себя в компании? На момент старта дизайна. Вот. Значит, метод лото диснея придуман для того, чтобы структурировать проведение брейнштормов на трех или четырех человек. У вас в команде, которая проводит брейншторм, должны быть три роли, ярко вытянные. Один из них – мечтатель. И он генерирует какие-то идеи, просто любые космические идеи, которые только ему приходят в голову. Вот. Второй из них – реалист. И он, значит, смотрит идеи от мечтателя и выбирает из них те, которые можно реально в текущих условиях, в текущих бюджетах, в текущих ограничениях реализовать в жизни. И следующий – это критик, который ищет все подводные камни и старается просто облажать все идеи. как-то закритиковать. Вот. И, значит, если эти ребята коммуницируют и брейнштормят последовательно какой-то проект, значит, считается, что все получается хорошо. У нас не прижилось, потому что никто не хотел быть мечтательным. Большим названием не нравится. Вот. Соответственно, что мы с вами посмотрели? Мы посмотрели визуальный бриф, мы посмотрели мутбордер и мы посмотрели GTPP скендер. Вот. Что можно почитать по теме? Ну, вот несколько ссылок. Если кому будет интересно, можете забрать презентацию. Вот. Соответственно, я бы хотел вам пожелать успехов на обучении веселого качественного дизайна. Вот. На этом у меня все. Если есть хорошие вопросы, я попробую честно ответить и убедительно наврать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот я не поняла, вы эти техники применяете последовательно? Вы можете сначала одну более грубую, другую уточняющую? Или все-таки выбираете, если выбираете, то хоть не может быть? Значит, у нас первая техника, которую мы применяли уже полтора года, это был именно визуальный бриф. Соответственно, вывезли какие-то недостатки. Соответственно, мы сейчас активно переходим именно на мутборд, начинаем применять именно их. И вот последние месяца-два большинство проектов делаем по мутбордам. А скендер мы применяем там, где нужно дизайнеру дать обратную связь, рассказать, почему он неправный, как ему переделать проект. Но не просто отдалить его работу, а конструктивно предложить какие-то решения и подойти. Спасибо за весьма вопрос. Вопрос простой. Когда вы заказчик взрываете мозг, не получается ли проблем больше? На самом деле нет, кроме может быть таких компаний, которые очень-очень консервативны. Здесь наша задача всегда добиться обратной связи от заказчика и вовлечения его в проект. Причем не заказчик, который менеджер третьего звена, который нам просто бумажки носит туда-обратно. Нам важно выйти на лицо принимающее решение, потому что, если мы долго-долго занимаемся дизайном, потом приходит лицо принимающее решение и говорит, ребят, вы копали никуда, вот перекапывайте. Это большая проблема. Это нервы, деньги и это зло. И в принципе, когда мы рассказываем, что у нас есть конкретные процессы, конкретные методики, что они ориентировочно такие, это реально интересует людей. Они готовы этим заниматься, они готовы посвящать какое-то время. Даже топовые руководители готовы посмотреть, как играться вот в этом мод-форде, вот в этом визуальном брифе, им это интересно. Я даже хотел бы задать вопрос, спасибо за дата, во-первых. Вы представили три методики, как они помогают решить вопросы, связанные именно с элементами, с которыми взаимодействуют пользователи. Кнопочки, формы, поля. То есть, когда первый бау-эффект прошел, просто визуальная новость. И что делать, допустим, с динамическим или со статическим, как избрать, какой должен у нас интерфейс? Должно что-то двигаться или прыгать, менять? Как это помогает? Значит, здесь помогают именно лукборды. Мы можем на них накидывать элементы интерфейса. Что-то брать, прям, какие-то скейншоты с дрипла и показывать, например, варианты кнопок. С кинями, без кинями, выкупы и куклы. Это не проработка интерактива, это проработка стиля. Проработка интерактива – это все-таки дела шумные, и здесь они на этапе какого-то креатива уже должны быть либо пройдены, либо это немножко любая тема ближе к экономике. Спасибо большое за доклад. Скажите, а на каком этапе возникает вопрос о стоимости работы? Когда этот вопрос проиграет? Буквально сразу звонят и говорят, сколько стоит. А вы когда можете озвучить? Стоимость? Стоимость с точностью до рубля мы можем озвучить после того, как у нас готов прокопить. Стоимость какую-то билочную мы можем озвучить после, не знаю, одной буквально встречи, если есть ясность в голове у клиента. Если ясности нет, то, конечно, брюки будут очень большие. А вот эту технику как вы можете использовать в примерной этапе, когда нет названия официального продукта? То есть не только для визуального оформления дизайна, а именно позиционирования, потом на рынке, то есть связь этих образов с названием продукта, то есть как вы будете воспринимать? Я не пробовал, но это можно. Попробуйте. Скажите, визуальный гриф, мутборд, как они влияют на стоимость проектов? Примерно кальпуляция такая. Если мы делаем визуальный гриф и не привлекаем туда дизайнера, делаем project-менеджером именно визуальный гриф, то затраты ориентировочно следующие. Изучить ссылки, пробрифовать заказчика, подготовить минимальный контент, это ориентировочно часа работы менеджера и примерно час подготовить визуальный гриф, плюс полчаса на skype-переговоры для того, чтобы обсудить картинки. Если мы делаем мутборд, то это время будет примерно удваиваться. То есть получается где-то часов 8 на рабочее время, чтобы просто прийти к концепции дизайна. Да. Я наскользуюсь тем, что у меня пока есть накоплен. Вы сказали, что визуальный гриф в некоторых случаях не работал. А с каких и скольких у меня пока? Да, наверное, процентов 25-28. Ну, вы прям... 28,5. Скажите, я, наверное, неправильно задал первый вопрос. Вот эти техники, они на стоимость проекта для заказчика как-то влияют? То есть они как-то повышают стоимость для заказчика, понижают? То есть что заказчик из этого получает? То есть он платит, условно говоря, больше денег и имеет больше фана, или он платит меньше денег? И как-то ему более понятно. Ну, я просто... Сейчас объясню. Значит, у нас процесс... Прежде чем заключить договор, мы заказчику детально рассказываем, как у нас устроен процесс. И рассказываем, что он пройдет вот эти вот шаги, что нам потребуются вот эти встречи для обсуждения картинок, для обсуждения модборда, для имен прилагательных. Вот. Если подцепляет и если, в принципе, окей, мы подписываем контракт и дальше происходит все, что мы обещали. А конкретно сколько занимает денег построение модборда, заказчику мы не показываем. Это просто, например, стоимость главной страницы. Она вот ориентировочно такая-то. Ну и туда вот эти вот работы просто подходят. Соответственно, как-то детализировать здесь вот эти нюансы, по-моему, бессмысленно. Это сложно продавать. Я хотел сказать, давайте, еще один вопрос. Вам скажу, наверное, спасибо большое Вас за доклад. Вам спасибо.